Сегодня мы снимаем пацанскую тачку Honda Accord в кузове CR-6. Сидишь, как в самолете, в истребителе. Ух, хорош, 175. Вообще просто налегке 150. Ой, Мерседес какой красивый. Ой, да ты что, ну давай погоняемся. Ребят, давайте заценим запуск Honda Accord. Ready to drive. Японский музончик. Сделаем потише. Удобный барашек, сразу говорю. В общем, настройка руля механическая. Мне нравится пониже. Сразу же хочу вам сказать, что мне вот эти кнопочки, вот это все очень нравится. Это просто как Lexus GS. Он мне очень напоминает эту машину. Вот этот дисплей. Хондовский вот этот стиль приборной панели. Все очень круто. Я сижу и кайфую. Я сижу и кайфую вот на все 100. Без рекламирования этой машины, что я хочу продавать те Accord. Я кайфую. Здесь круче, чем в SAI. Однозначно. Единственный момент, это селектор. Вот он мне напоминает вот с этой вот приблудой. Он мне напоминает, конечно, ниссановские селекторы. Вот это вот выжимать. На уровне Camry и SAI этот Accord, он даже обходит Toyota. Очень крутой салон. Вызывает только положительные эмоции. 2 литра, 143 лошади. Гибридная установка. Езда просто супер. Это лучше, чем SAI. Да, я признаю, это лучше, чем SAI. В Accord 2 литра. На него меньше пошлина. Но для городской езды, для данного седана в связке с мощной гибридной установкой, это идеальное решение. Вот Crown 2.5 мотор. Но все-таки там другой класс автомобиля. Это, ну, элита в седанах, назовем ее. Есть, конечно, Century, есть Majesta. Но Crown все равно представительский класс. Accord и SAI это автомобили, которые, ну, это для молодежи. Это как E-класс. Вот на низах она вообще, она просто как фит ГП5. Ну, точнее, она реагирует хорошо на педаль газа. А и едет, конечно, Accord круче, чем ГП5. Вообще просто супер. Вообще кайфую. У машины 127 тысяч пробег. Но ее состояние, ходовка взбитая, мотор живой. Если купить данный автомобиль, где-то 40-50 тысяч пробег, это будет, конечно же, еще лучше. Тяга, ходовка, наверное, еще будет мягче, более взбитая. Прям вообще другой автомобиль будет. Сразу же отклик, сразу же. Мотор раскручивается, но где-то уже под... Ну, где-то когда мы уже едем. Мы уже нормально едем, и там я начинаю слышать бензиновый мотор. Но на низах гибридная установка позволяет давать такой старт. Никакие приусы, вот эта вся чушня и рядом не стояла. А я ездил на этих машинах, я знаю, о чем я говорю. Сейчас попробуем включить эко-режим и посмотрим, что изменится. У меня сай, после включения эко-режима, он сразу же проваливается по динамике. Прям очень ощущается здесь. Но сейчас я вот как бы еду пока в горочку, вот сразу елочка загорелась. Но я не скажу, что я чувствую прям сильно потерю динамики, что он зажал бензиновый мотор. Работает по-другому эко-режим. Но если эко-режим Аккорда дает экономию ощутимую по сравнению с обычным режимом, и при этом он оставляет такую скорость, к сожалению, у нас не будет столько времени, чтобы замерить расход и в эко-режиме, и в обычном режиме. Но, как я говорю, если экономия будет, и он будет ехать вот так же, как я сейчас его чувствую, ну, это намного круче, чем тойотовский эко-режим в том же самом Приусе. Он тоже становится очень тупым. Сайт тупой в эко-режиме, особенно на низах. То есть прям когда педаль вдавишь, тогда он только поедет в Аккорде. Я, можно сказать, не чувствую, что я включил эко-режим. Ходовка. Ходовка в меру мягкая, он не деревянный. Высота резины позволяет спокойно ехать по каким-то неровностям и не испытывать дискомфорта, как в Сае, допустим. Я вот какие-то неровности, я даже притормаживаю, какие-то трещины у меня машина. Ну, как бы все слышно. То есть езда по городу, где херовенькие дороги, они в Владивостоке херовенькие. Особенно в этом сезоне вообще было караул, кто с Приморья не даст соврать, что ну просто вообще убожество, а не дороги. Вы не поймете на камеру, как это все отрабатывает, но я вам скажу так. То есть когда я вот сегодня ездил на Сае, я сел в Аккордо, я прям как маленький ребенок, я вообще радуюсь. И я вам с твердой уверенностью могу сказать, что я сейчас кайфую от Аккордо. Мне хотелось бы, чтобы машина в салоне была такая, чтобы мой сайп был примерно таким. Сейчас чуть-чуть без номеров попрыгаем. Скорость уже 120. Вообще просто легко набирает. Еще есть запас. Просто чумовая машина. Хотелось бы, конечно, еще побольше бы тормозов. Вон та штука мигает, то есть когда видит препятствия спереди у нас, потому что вон там две камеры. Сильное приближение к другим машинам. Но прикольно. Сидишь, как в самолете, в истребителе. Хороший обзор, удобный руль, удобное сидение. Вообще вот все под рукой. Очень, вообще себя очень комфортно чувствуешь. Я ехал в Крауни утром в Рояле. 210 гибридом 2,5. Но не то. Там просто удобный плюшевый диван. Без характера какого-то. Без харизмы. У Аккорда вот этого у него есть душа. Это не просто 4 колеса и мотор. Это, конечно, может быть звучит как-то странно для обзора на автомобиль. Про его езду. Но когда вы сядете, когда вы попробуете этот Аккорд, он не оставит вас равнодушным. И я надеюсь, что кто-то посмотрит данный отзыв. И у него есть вопросы. Что же купить? Может быть взять Камрика? Может быть взять Сая? Может быть взять Марка Икса? Может быть Крауна? И я надеюсь, этот обзор, это видео немножечко поможет людям, которые метаются в выборе. И если они найдут в моих словах, в моей картинке, что я покажу в этом видео, что они хотят, то если они выберут Аккорда, ну классно, что данное видео, оно в одном экземпляре в российском Ютубе. Поэтому я думаю, все-таки надеюсь, что кто-то сделает вывод на основе моих слов. Ей хочется владеть. Всего за миллион рублей. Всего. Та же самая Камри уже стоит миллион двести. Сай-С комплектация начинается от миллиона двухста. Он на верхах, конечно, крутит он мотор. Верха уже не его. Но внизу, конечно, он дает такие старты. Мама, не горюй. 225-я резина дает ему очень хорошую устойчивость. Вот сейчас поворот такой. Вот просто налегке, практически без крена. Очень круто. На 50-й высоте вообще круто. Напоминаю, резина у нас 225-50-17. И это прям вот идеальный баланс комфорта. Вот в российских реалиях это баланс комфорта, устойчивости на дороге. Как он держит повороты, вообще супер. Руль острый. Он делает все, что ты хочешь. Вообще машина в целом не руль конкретно. А вообще машина в целом, она очень послушная. Хотя у аккорда база длиннее, чем у Сая. Но по управляемости мне тоже нравится больше аккорд. Конечно, на верхах двушка крутится не слабо. То есть АЗ-у, конечно, на верхах попроще. В Сае там все-таки 2,4 объем. И ему нужно крутить мотор поменьше, чтобы дойти до 140. Но для города 2 литра, 143 лошади плюс гибрид, это прям, это золотая связка. По-другому не назову. Не нужны ни 2,5 моторы. Ну, 1,8, да, который в 30-м Приусе, в Альфе, оно тоже нормально. Но все-таки он не дает таких эмоций, как дает эта тачка. То есть, если, допустим, вам охота чуть-чуть попрыгать. Вот что-то вот где-то вот так вот, заезжая на русский, где-то ему дай чуть-чуть под хвост. У вас Приус так не поедет. Это нужно так его изнасиловать, чтобы он ехал у вас там 140 на своих маленьких еще колесиках. Относительно аккордовских, конечно, они маленькие. А эта машина, она всего лишь на 200 кубиков больше, но она вам дает вообще другие эмоции. Вообще другие. За миллион сейчас продаются Приусы GS. Ну, хороший GS Приус стоит, красивый, стоит миллион. Да лучше взять аккорда. Причем, я кручу мотор, а он мне показывает 10 километров на литр. Я на сае езжу в эко-режиме, он у меня сейчас, ну, там, я прогреваю его утром разочек, там, 10 минут у меня сейчас прогрев стоит, пока морозов там нету. У меня он показывает 10, 10,5 километров на литре. Здесь я кручу этот аккорд, и он мне показывает 10, вот, 9,9 километров на литр. Ну, очень достойно. Я думаю, Хонда не наврала про расход 3,3 литра на 100 километров. Я думаю, да, это в идеальных условиях, но все-таки аккорд ест меньше, чем гибридный Краун и чем гибридный Сай. Я бы, Сая бы хотел бы, наверное, двушку, чтобы она стала более интересной по растаможке, машина стала легче. И сделала ее, ну, ну, просто 2,5, Сай маленький для 2,5 мотора. 2,5 мотор подходит под Краун, он подходит. Камрик, Камрик побольше Сая, поэтому, ну, туда тоже нормально 2,5 мотор. А в дилерских версиях они вообще туда 3,5 мотор засовывают. Ну, это, я не знаю, ну, это не... Ну, Марку Иксу нужен 3,5 мотор, Крауну нужен 3,5 мотор. Но Камрику, ну, куда? Передний привод. Эта тачка, она вообще не заслуживает таких моторов. Вообще не люблю Камри. Так, вот он мне говорит, препятствия впереди. Ну, крутая система на самом деле тоже. Где-то там забылся, где-то что-то в пробочке. Прям, и еще то, что она сигналит прям в глаза. Ну, прям сразу же, не просто там тебе звуком напоминает, а она прям, ну, бьет в глаза вообще желтым фонарем из-под лобовухи. Вообще очень круто. За полдня езды я ему давал под хвост. Он мне съел одно деление бензина и показывает мне уже то, что надо заправиться. Ну, ладно, окей, можно заправиться, но есть реально мало. Ребят, как вы видели, я дубасил только что по 175, по 140, по 150. А он мне показывает 10 километров на литре, я тебе все равно провезу. Блин, ну это крутые результаты. Очень крутые. Все-таки нужно покупать автомобили будущего, которые увеличивают мощность и уменьшают расход. И японцы это делают сейчас. Живя в России, ну, выбирать корейскую какую-то тачку, ну, я даже не знаю. Ну, вы вообще в себе, ребят. Ну, кого-то смущает правый руль. Но я не знаю, если подо мной современные технологии, самой передовой техничной страны в мире, а я знаю, о чем я говорю, я был в Японии два раза, а вообще со всех сторон ее смотрел. Выбирать корейских производителей, ну, можно ходить с телефоном Samsung, это ладно. Но купить себе корейскую тачку, блин, ну, я, наверное, не знаю. Если я, может, уеду куда-то, в какую-то другую страну там жить, то, может быть, если мне там дадут какие-то там, ну, не будет какого-то японского крутого выбора. Правого руля, левого руля. Ну, тогда, может быть, я посмотрю на корейца. Спина себя чувствует хорошо. Вот я, когда я еду по трассе, у меня, ну, если мне не нравится сидение, вот, допустим, в SX мне не нравится сидение, оно сделано, ну, не знаю, может быть, под человека с более маленьким туловищем. Но мне не нравится, то есть у меня стекает спина в аккорде. Вот она поддерживает сидение, поддерживает поясницу. Ребят, по аккорду, какие могу подвести итоги? Мне нравится, первое, самое главное его фишка, это как он едет. То есть я отнесу сюда вообще настройку трансмиссии, настройку мотора и настройку гибрида, как они вместе работают. Это очень круто. Машина хороша, особенно на низах, но и в середине, и в конце она также не отстает. Второе. Я отнесу этот салон. Вы посмотрите, как выглядит салон с места водителя. Вы посмотрите на эти кнопки. И на третье место я отнесу, как он выглядит. Он выглядит не так красиво, как Сай и как Марк Икс, но это все-таки остался аккорд. У него красивый спортивный дизайн. У него большое пространство в салоне. У него колеса просто идеально подобраны. 225-50-17. Вообще супер. Ребят, вот такие вот выводы по автомобилю. Мне он очень понравился в плане езды. Здесь все удобно, здесь все технологично. Здесь очень быстро. Здесь экономно, если ты хочешь этого. Здесь передний привод. Вообще здесь все идеально. Давненько я не испытывал подобных эмоций и не делал таких выводов про какой-то седан правого руля. Потому что подобные эмоции я получал только за GS-450H. И даже GS-430, который в дорестайле. Но он сырой. Он сырой. И в рестайлинге от 2012 года, конечно, они подправили очень много моментов. И сделали реально сбалансированную крутую машину. И после GS-450H, ну не было такого. То есть саймой, ну как-то, ну не знаю, он красивый. Он мне больше нравится внешне. Но когда ты сидишь за рулем, ты не испытываешь подобных эмоций, как в этом аккорде. Поэтому езда аккорда просто 10 из 10. Именно какой бюджет стоит аккорд, именно в каком он классе переднеприводных седанов, он 10 из 10. Не путаем их с какими-то там машинами, которые стоят много дороже, где много технологий, где есть пневмоподвеска, где есть там настройка рулевой рейки, там спорт режим, стойки спорт режим и прочее. Это уже другие бюджеты, это уже другие машины. Этот аккорд за скромный миллион. За скромный, потому что тот же Crown, тот же X, они стоят дороже, тот же Scythe стоит дороже. Я даже не предполагал, что этот аккорд создаст им не то, что конкуренцию, а он бьет по многим показателям Toyota. Я надеюсь, вам это видео поможет выбрать среди многообразия, которое все-таки пребывает и в правом руле, и в левом руле. Аккорд в кузове CR6. Это очень интересная машина. Если у вас есть миллион сто, миллион пятьдесят, я вам рекомендую очень внимательно присмотреться к этому автомобилю и купить себе будущее уже сегодня. Ребят, спасибо, что уделили время моему скромному каналу, то, что посмотрели данное видео. Надеюсь на ваш лайк, на вашу подписку, на колокольчик. Будьте с нами, смотрите нас. Все новости правого руля, обзоры автомобилей праворуких. Все это будет у нас. Ребят, я с вами прощаюсь. Пока. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сфера Кар»